Антуан Вато Антуан Вато один из тех, кто лучше всего выразил дух 18-го столетия, века игры, театра жизни, чувств. Обучался живописи у театральных мастеров. Он и сам любил театр, принимал участие в галантных празднествах, которые устраивал его друг-банкир и коллекционер Пир Круза. Поэтому большинство работ художника навеяны этим видом искусства. Одна из них – картина «Мицетен», на которой изображен персонаж итальянской комедии «Тель-Арте», некогда популярной в Париже «Хитрец и Шу». Он одет свой традиционный наряд берет, полосатый жакет с белым гофрированным воротничком и бриджик. Герой поет и компонирует себе на гитаре серенаду. Но чувство его безответно. На это намекает статуя в виде женской фигуры, повернутой спиной к несчастному влюбленному. Шутливая сценка полна, однако, тонких чувств, которые так ценил галантный век. И в совокупности с дивными оттенками красок и тончайшими лессировками, полотно рождает то ощущение от живописи вату, о котором французские писатели-братья Ганкуры сказали. Это нечто едва уловимое, что кажется улыбкой, черт, душой форм, духовным лицом материи. Картину, светящуюся счастьем, больной чахоткой, художник написал незадолго до своей ранней смерти. Как и многие его образованные современники, он стремился разделять философию эпикурейцев, учивших не думать о страданиях. Но красивая мелодия Мецетена, которая слышится в этом произведении, Вато, все-таки грустная. Вот такое описание к работе Мецетен, автор Антуан Вато, между 1718 и 1720 годами. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok